Микс Ньюс Программа «Синема» Сегодня в студии я, Олег Пек, ее ведущий И поскольку на этой неделе отмечался День российского кино Вот так совпало, что есть возможность побеседовать сегодня С знаменитым, известным российским кинокритиком Александром Колбовским Здравствуйте, добрый день Добрый день, здравствуйте И мы в первой части поговорим о российском кино 21 века А во второй, я надеюсь, вы тоже будете присоединяться 67212-93-9, 67213-93-9 Ну, повспоминаем, может быть, какие-то ваши любимые Именно российские, не советские, а российские фильмы Ну, вот, 21 века Проводился опрос и получилось так, что самым популярным российским фильмом 21 века признали легенду номер 17 Вот, киномейл.ру Но если, скажем, не брать в расчет просто кассовые сборы Или, может быть, там, оценки, которые ставят люди А говорить о фильмах, которые, ну, в самом деле, вот стали в 21 веке Ну, какими-то этапными, значимыми для российского кино Вот, может быть, об этих картинах Да, знаете, тут, наверное, надо говорить про два Про две волны, про два направления Я не знаю, которые идут иногда параллельно друг к другу Иногда пересекаясь друг с другом С одной стороны, действительно, легенда номер 17 А я бы добавил еще движение вверх А я бы добавил еще две-три картины Начиная, может быть, даже с дозоров Собственно говоря, начинала с дозоров Дело в том, что действительно, 21 век Можно говорить, что это становление, рождение Даже в какой-то степени российской киноиндустрии Потому что 90-е годы прошлого века В общем-то, она умерла Ну, тогда она была еще советская Потом было десятилетие Такой разрухи, когда студии стояли пустые Когда снималось, с одной стороны, что-то снималось Но снималось непонятно где, непонятно как Непонятно какой техники Вот, постепенно, постепенно в 21 веке Действительно можно говорить о том Что появилась индустрия Появилось кино как способ зарабатывать деньги Вот, хорошо это или плохо Но это есть Дальше уже надо смотреть, что выходило Что продукт этой индустрии Там, на мой взгляд, получалось, в общем, наверное Процентов 5, ну, может быть, дай бог 10 Получалось достойным какими-то названиями Вот, все остальное надо Скорее всего, уже забыли Вот, это одна волна А вторая волна – это вот то кино Авторское, которое, может быть, смотрят не все Но кино, которое, собственно говоря Говорит о каких-то важных вещах в жизни О состоянии общества О состоянии человека Исследует какие-то вещи Что-то называет Что-то прорывается куда-то в душу человека Вот, такие фильмы тоже были И тут надо, наверное, сказать, что Очень сложно говорить, конечно Вроде недавно был этот миллениум Вроде как бы совсем А уже, оказывается, почти 20 лет прошло И вот за эти 20 лет, я не знаю, наверное, можно говорить о том Что сменилось Знаете, сменились лица Сменились поколения Ушло вот это поколение Великих режиссеров Они, может быть, физически еще остались И актеров, и тоже, да И актеров тоже Ну, наверное, скорее даже можно говорить о режиссерах Потому что все-таки старые актеры Старые Режиссеры, актеры из того времени Они все-таки время от времени Играют великие роли и сейчас И в новом кино А вот режиссерские имена Они как-то вот очень-очень сменился Этот дискурс Ну, кто-то ушел из жизни А кто-то просто перестал снимать вообще Потому что не очень понимает Как говорить сейчас со зрителем Есть такие Очень большие режиссеры У которых паузы затянулись На 15 лет и больше Есть режиссеры, которые снимают Но тоже их картины Не становятся какими-то событиями Ну, кто-то делает сериалы Сериалы неплохие Вот Появилось Появилось Несколько новых поколений Уже можно говорить Что в 21 веке В российском кино Даже не одно А, наверное, два поколения А может быть, уже и три Вот И это реально действующие поколения И реально Определяющие и моду И язык Сегодняшнего российского кино И, в общем-то Время от времени Прорывающиеся К К зрителям И их фильмы Иногда Изредка Но иногда Становятся Событием Кстати говоря Хоть мы и говорим Об авторском кино Но иногда Становятся событием Даже и И для всех Ну, вот Я, по-моему, Как-то говорил Года два назад Мы говорили о фильме «Аритмия» И Бориса Хлебникова И, на мой взгляд Это действительно Один из главных фильмов Российского кино Ну, по крайней мере Этого десятилетия Да Но, наверное Тут нужно сделать Оговорку Что все-таки В 21 веке Ну, по крайней мере Один А может быть Два великих режиссера Из 20 века Все-таки продолжали Говорить И Один из них Слава Богу Еще что-то делает Это Александр Сокуров А Алексей Юрьевич Герман Которого уже нету Все-таки снял Наверное, на мой взгляд Главный свой фильм Фильм Предсказания Фильм Трудно быть богом Фильм Который Как мне кажется Опередил время И который При всей сложности Его просмотра При всей сложности Киноязыка В общем-то Как никакой другой Говорит О том Что происходит Сейчас В России Вот Ну Это Это исключение А так Это все имена Новые Лица новые Ну вот Вот чем Объясняется Все-таки Такая смена Тем Что изменился Зритель Или изменился Я не знаю Процесс Кинопроизводства Который Все-таки Раньше Предполагал Что Ну У режиссера Было Бюджет Государственный А его Не поджимала Вот Необходимость Перед продюсерами Все время Оправдывать Считать Каждую копейку Знаете Я думаю Что изменилось Вообще время Изменилось время Изменился человек Мы изменились Очень сильно Мы сами Потому что Ну мы Если вести отсчет Там с 2000 года Да 19 лет назад Что у нас было У нас только-только Пришел Ну По крайней мере в России Масса вообще Еще тогда не пришел Ну Приходил интернет Мобильная связь Только-только приходила Не было Практически не было Даже и слова-то Такого не было Гаджет Вот Была другая жизнь С другим каким-то устройством Жизни С другим ритмом жизни И Надо понимать Что вот эти изменения Которые стремительно Очень стремительно Обрушились На каждого Живущего Вне зависимости В России Или в Латвии Или где угодно Они очень сильно Повлияли И на творческие Какие-то На то Как это Как это Формулируется Какие-то Про нас Можно по-разному Можно по-разному Относить Но просто Сам факт Что вдруг Пришел тот Зритель Который уже Вообще Казался Потерянным Для кинотеатров Да Да Это вообще Было постепенно Действительно В какой-то момент Ну в какой-то момент Не было кинотеатров То есть не было Хороших кинотеатров Потом они стали Появляться Но как-то считалось Что это такое место Куда ходят подростки Со своим попкорном Да И в общем-то И кино в общем Было такое Вот для подростков Там И наверное Вот российское кино Оно прошло Довольно большой путь Действительно Это начиналось Наверное С дозоров И с иронии судьбы Второй Вот И постепенно Постепенно Каждый раз Отмечалось Что вот такой-то Вот вышел новый фильм И он собрал Большую кассу Причем там иногда Были фильмы ужасные На мой взгляд Среди тех Которые собирали Хорошие кассы А иногда хорошие Но так или иначе Действительно Наверное Прошло лет 10 Прежде чем Прежде чем Ну с одной стороны Прежде чем выросли Те подростки Которые Которые уже стали Не подростками А они уже Они уже знали Что в кино ходить можно А с другой стороны Люди более старшего возраста Тоже как-то вот Поняли что кино Это место Где в общем можно Как прежде Как в их молодости Прийти И посмотреть Что-то серьезное Или Или интересное Для них Или как-то их Интересующее Вот Ну и самое главное Действительно Подрастают Подрастают Те кто Те кто ходил В кино Прежде Они же уже теперь Взрослые Советское кино Оно было Во многом Ведь тоже Ведь новаторским Оно получало Призы Международных Фестивалей А вот что Нового Может сейчас Российская Кинематограф Предложить На фоне Ну скажем Каких-то Сверх Продвинутых Технологий Ну того же Голливуда Там в Европе Достаточно Большие Бюджеты И возможности То чего Может быть Не хватает В России Чем взять Вот Сложный вопрос С одной стороны Наверное Проще всего Было бы сказать Что вот Российская Ну вот Вроде как В мире Всегда был популярен Тарковский Да И вот такое кино Сложное Глубокое Не всегда понятное Вот такая Даже это считалось Иногда немножечко Таким Ну говорили Тарковщина Такая Это я говорю С огромной Любовью И уважением Классику Вот Такое вот Кино С прорывом В душу Но Но ведь Появляются Картины В русском кино Ну вот Вы говорили Про легенду Номер 17 Я говорил Там про движение Вверх Это действительно Фильмы Которые Как-то Так или иначе Прорываются По крайней мере К российскому зрителю Я уж не знаю Как Китайский Тоже очень Хорошо Ну кстати Да Китайский 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 Вообще Вот это Новое Новое Русское Кино Ну хорошо Принимает Но вот Я не знаю Насколько Западный Зритель С китайским Согласен В этом Вот Но так или иначе Ну наверное Этим тоже Но я Не знаю Я честно говоря Думаю Что Действительно Наверное Соревноваться С Голливудом В аттракционности Ну Во-первых Это вопрос денег Которых здесь В России Наверное Вряд ли будут Такие деньги Чтобы снять Каких-нибудь Мстителей Там Или вот Что-то такое Да Вот Значит Наверное Все-таки Нужно Соединять Соединять Вот этот Тарковский Прорыв К душе К душе человека К его Миру К его Повседневной жизни Ну И чтобы Все-таки Это было интересно Чтобы это было Иногда Это бывает Проблемно В принципе Если говорить О том Что интересно Мировому зрителю Наверное Вот есть Сейчас Один единственный Режиссер В русском кино Фильмы Которого Которого знают Но я не говорю Про Никиту Михалков Потому что Никита Михалков Уже Честно говоря Последние годы Мало что Мало что Мало чем интересен А вот Один единственный режиссер Которого знают В мире И который интересен В мире Это Андрей Звягинцев И если Проанализировать О чем Фильмы Звягинцева Ну С одной стороны Это как раз Вот такое продолжение Наверное Продолжение Такого Русского Того русского кино Кино Тарковского Кино Оттепели советской Да Неореализма А с другой стороны С другой стороны Это Острая Какая-то Такая Социальная Критическая Какая-то Интонация Безусловно Которая Каким-то образом Воспринимается На Во всем мире Как Ну то есть Люди Понимают Что фильм Левиафан Не только о России Что он и о них И фильм Елена Не только о России И не любовь Что это картины Они универсальны Не только по языку Универсальны Но и по Проблемам По тому О чем они рассказывают Да Потому что не любовь Человеческая Она есть Всюду И Проблемы отношений Человека Маленького человека И большой власти Они тоже есть Всюду Как в Левиафане Да Вот Поэтому сложно Тут наверное На самом деле Можно об этом Говорить долго и много И все равно Мы до конца Не поймем А завтра Появится какая-нибудь Картина Которая абсолютно Опровергнет Все то что я говорю И может быть покорит Покорит мир А может не появится Я знаю что В принципе Сейчас Очень многие фильмы Можно посмотреть Не только в кинотеатрах На различных платформах В том числе Вот российское кино Но ведь тоже Уходит В сериалы То есть вот здесь Насколько потенциал Вот этого кино Велик 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 И Как-то вот последние Два-три года Это мое субъективное мнение Но Мне кажется Именно последние Два-три года Как-то Поскольку Ну на самом деле Это не субъективно Потому что просто Последние два-три года В России появились Вот эти платные платформы Сериальные Если раньше сериалы Можно было смотреть Только на телеканалах Ну и в интернете То сейчас Появились платные платформы И появились фильмы Большие фильмы сериальные Которые не увидишь По телевизору Вот И оказалось Что эти фильмы Самые интересные Делают их Самые интересные режиссеры Снимаются в них Самые лучшие Российские актеры Эти фильмы модные О них интересно И модно говорить И Вот за последний год По крайней мере Три Да нет не три Даже наверное Четыре или пять Картин в России Вышло Вот сериальных картин Которые кстати делают Делают режиссеры Вот те самые О которых я говорил Потому что Не знаю Обычный Сериал Обычная женщина Фильм Обычная женщина Это Борис Хлебников Которого уже По-моему сегодня Увлекается Наверное третий раз Вспоминаю Звоните Ди Каприо Это Жора Крыжовников Замечательный Замечательный режиссер Тоже такой Редкий Сегодня в России Комедийный режиссер Замечательный Значит Что там еще У нас было И содержанки Это Константин Богомолов Тоже модный режиссер И наверное По-моему Я еще что-то не назвал А ну Домашний арест Домашний арест Это Сергей Сергей Слепаков Но он продюсер А режиссер Василий Буслов Который тоже В принципе режиссер Нового русского кино Который когда-то Снимал фильм Бумер Так что в принципе За этими платформами Может быть и будущее Тоже нового российского кино Которое может быть Ну предоставить Режиссерам Более широкие возможности В плане метража И возможности Показать что-то Что невозможно Втиснуть на камеру Конечно Конечно Тут важно Что у этих фильмов Бюджеты в общем Как у большого кино И у этих режиссеров Появилась возможность Реально делать Что-то Не оглядываясь На то что нет денег Не оглядываясь На то что нет Времени съемочного Вот Они реально снимают Так же как они снимали бы Какой-то Какой-то большой Большой фильм Для Какой-то полный метр А снимают они сериал И Ну охват естественно Что там уже другие Другие цифры Зрительские Там уже миллионы людей И Ну сериал Звоните Ди Каприо Да Но сериал Домашний арест Просто стал любимым По-моему Одним из самых любимых Российских фильмов Прошлого года Ну что же Вот у нас Настало время Небольшой паузы И говорим Огромное спасибо Сегодня у нас был В студии Кинокритика Российский Александр Колбовский Мы говорим О российском кино Наш разговор продолжится Уже после перерыва Но я надеюсь При ваших Уже при вашем Участии 6212 93967213 Большое спасибо Александру Спасибо вам До свидания Смотрите кино Ну что же Продолжается Программа Синема Говорим спасибо Большому Александру Колбовскому Который Вот был в первой части Но я бы хотел Вот действительно В нашей второй части Сделать Такой Ну Опрос Интерактив По телефону 67212 939 67213 939 Те фильмы Российские Вот последнего времени 21 века Которые Остались у вас в памяти Которые вы считаете Ну Достойными Того Чтобы их Посмотреть Или пересмотреть Еще один раз Звоните Высказывайте Ваше мнение Может быть Актеров Каких-то Вспомните Ваших любимых Кто Ну Сейчас Из актеров Но Фильмы Конечно Было бы Предпочтительнее Ну И вот Проект Кино Mail.ru Проанализировал Оценки Их было Более 6 миллионов Зрителей И составил Список Кинолен 21 века Решив Его так Поделить На 4 Возрастные Категории И получилось Так Что Российские Зрители Назвали Самым Любимым Жанром Комедию Здравствуйте Добрый День Добрый Вечер Добрый Вечер Фильм С Иваном Охлобыстином Главной Роли Временной Трудности Ой Вы знаете Он ведь Очень Такой Был Провокационный И многие Его встретили В штыки Поскольку Ну Многие Считали Что Слишком Жестокая Обращение С Инвалидами Людьми С ограниченными Возможностями Вот Дескать Показано В этой картине Но я понимаю Что вам фильм понравился Мне фильм понравился Более того Те кто считал Что он жестокий И так далее Они не знают Предысторию Этого фильма Что он В общем-то Основан На реальных Событиях На реальном Персонаже Вот Который Который Прошел Через Все это И стал Успешным Человеком Я даже Ну Могу Без пиметного Персонажа Могу вам Сейчас сказать Если бы У меня было Больше времени Я тоже знаю Что это Да Это реальная История И Ну там Вымышленные Обстоятельства Но это Реальные люди Которые Которые В основе Картины Хорошо Что-то еще Вот Из картин Ну так сразу Я не вспомню Пока Хорошо Спасибо Я сказал Спасибо большое Временные трудности Вот назвал человек Картину Между тем Вот Россияне Сказали Что их Самый любимый Жанр Комедия И На втором месте Были Вот Интересны Картины О войне 77% Ну вот Опрошенных Отметили этот Жанр И Замыкала Тройку лидеров Исторические Фильмы Которые Смотрели Именно Российское Историческое Кино Кстати Вот Фильмы О войне И о кино Они Опять-таки Сейчас Очень Популярны Тот же самый Т-34 Недавно С большим Успехом Прошел На экранах Здравствуйте Добрый вечер Добрый Меня зовут Вадим Знаете Я не удержался Так сказать Вот Предыдущие Я тоже Посмотрел Специально Этот фильм Временные Трудности Потому что Я очень Вот всю Эту критику Которая была До фильма Внимательно Изучил Изучил Товарища Коуча 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 А что Очень Сильно Неприятно У американцев Сняли Такой Как бы Способ Предать Достоверности Фильму Когда Снято На основе Реальных Событий Берется Один Маленький Факт Один Маленький Факт Всего Да Здесь Этот Маленький Факт Кто-то Болел В какой-то Степени ДТСП И вылечился Дальше Все Выдумываются Это же Реальное Событие Смотрите Мы же Не Врем И так далее Это Михалков Своими Танками С парусами Понимаете Или Это все Остальное Страшное Дело Людям Забивает Голову Зачем Так Делать Спасибо 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 А Кстати Вот я забыл Конечно Спросить Человек А был ли Хотя бы Какой-нибудь Российский Фильм Который Ему Понравился Вот К сожалению Разъединились Мы Но Звоните 6721212 93 9 67213 93 9 Российское Кино Которое Ну вам Понравилось А может быть Мне понравилось Пожалуйста Высказывайте Ваше мнение Добрый вечер Олег Мне конечно Понравился Один единственный Фильм На последние Два десятилетия Это Михалкова Фильм 12 Да С вами Согласен Хотя Ну это Ремейк С одной стороны Но ремейк Вольный Ну там Классно Все заснято Понимаете Там характер И показывают Я прямо Вот получал Конечно Огромное Наслаждение От того Как Актеры Ну вот Чувствовалось Что Давно Не было Такой возможности Сыграть Он Наизнанку Всех Вывернул Понимаете Просто Наизнанку Там так Играли актеры Каждый Просто каждый И у каждого Была возможность Вот Ну то есть Вот эти были 5-7 минут Вот монолога Когда Это просто Смотришь И С открытым ртом И все Бесподобно Спасибо большое Спасибо 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Телефоны в студии Мы вспоминаем Российское кино 21-го века Именно Российское С последних 20-ти лет Ну и День российского кино Совсем недавно Правда Отмечался И что из фильмов Российских Вам Запомнилось Понравилось Произвело впечатление Ну и Понятно Что Когда Составлялся список По возрастным категориям Вот возрастная категория От 18 До 24 Лет Отдавала предпочтение Ну Легким фильмам Комедиям Сейчас мы об этом поговорим Здравствуйте Добрый день Добрый Не сначала Слушаю вашу придачу Вот ехал и включил Мне вот фильм Российский Очень последний Понравился Быкова дурак Вот как он Все это Действительно Очень глубокий фильм С глубокой моралью То есть Когда вот этот дом Рушился И там они Вы наверное Смотрели Я смотрел эту картину Да Ну Там вопрос Да Что это люди А другой человек говорит Я не помню Что это был Майор полицейский Он говорит Только что Что из этих людей Вырастет Там Одни наркоманы И шваль Ну И алкоголики Но это все равно люди И вот ставят вопрос Вот эту очень тонкую грань Как бы Это и люди Но и из них Ничего хорошего не вырастет И фильм конечно Меня очень Зацепил Да Ну пожалуй Вот это Такое Не совсем коммерческое кино Это более авторское Более социальное кино И очень приятно Что Вот вы Отметили эту картину И посмотрел По поводу По поводу Того Где можно Посмотреть Вот российские фильмы Периодически Их показывает Дом Москвы И Буквально В скором времени Будет несколько Интересных премьер Будет показан Фильм Дорогой папа Владимир Вдовиченков По-моему 13 сентября 27 сентября Тайна печати Дракона 28 Будет фильм Одесса Это фильм Новый фильм Тодоровского И очень ожидаемый С Ермольником В главной роли И картина Героя Где сыграли Ну два Очень тоже Популярных актера Владимир Машков И Андрей Петров Опять таки Это То что Ну самые-самые Такие Популярные Российские актеры Так что Будет возможность Посмотреть И к сожалению Не так часто У нас выходит Широкий прокат Фильмы Но Ну вот В Доме Москвы Периодически Есть возможность Посмотреть кино На большом экране Так вот Возвращаясь К Кино Мэйл.ру Вот В возрастной категории До 24 лет Были Картины Такие самые популярные Кухня в Париже В спорте Только девушки Горько Первая часть И Третья часть Ёлок Вот это были Фильмы Которые получили Наибольшую Любовь Зрителей Что из Российского кино Вам понравилось В последнее время 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Звоните Вот в первой части У нас был Александр Колбовский Он отмечал Говорил Очень много Про и сериалы В том числе Которые ему Очень понравились Звоните Ди Каприо Домашний арест Обычная женщина Здравствуйте Здравствуйте Да пожалуйста Ну у меня Масса Сильмов Которые я Пересмотрел Российские В последнее время И все Почему-то Мне очень Нравятся Начиная От Стиляк Ой Стиляки Да Потом Кимковским Приходи на меня Посмотреть Шикарный Вот Ну Из боевиков Тоже Много чего Нового Вышло Хорошего Михалков Снимал Но Михалков Но Михалков К сожалению Вот сейчас В последнее время Реже Очень мало Картина Снимает Мало Да Но последние Которые у него Были Очень хорошие И продолжение Утомленный Солнцем И Двенадцать Ну Двенадцать Он не Самый последний Фильм Он довольно Уже давно был Но к сожалению Михалков Очень Очень мало Сейчас снимает Большими перерывами Ну да Так есть Ну и В комедии Много тоже Хороших И Военных фильмов Т-34 Тоже понравился Комедии А смотрите Вы обычно Ходите в кино Или смотрите В интернете Я в кино хожу Если есть возможность Хожу в кино Если нет Ну бывает Что в интернете Тогда смотрел Потому что Т-34 показывали Да В кино смотрел Хорошо Большое спасибо Спасибо вам Да Пожалуйста Всего доброго Всего доброго Хорошего вечера Ну вот мы говорим О кино Российском кино Сейчас отмечалось На этой неделе День российского кино И С этим проводилось Очень много опросов В России Выбирали Самые популярные Самые лучшие фильмы Последнего времени И Ну вот в первой части Если кто-то Опоздал Кинокритик Александр Колобовский Говорил о том Что была очень серьезная Сложная ситуация В российском кинематографе И Переломить Удалось Ну буквально Совсем недавно И пошли К фильмы Российские Которые Стали обгонять В прокате По кинокассе Даже и Американские Блокбастеры Потому что Ну вот в России Зритель Ну стал возвращаться К отечественному К российскому кино И Ну вот Ну в числе Тех фильмов Которые Выделили Вы можете тоже Звонить И говорить О своих Любимых Российских Фильмах Что запомнилось Что понравилось 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вот В возрастной группе 25-34 года Уже Появились Серьезные Фильмы Это Левиафан Звягинцева Это фильм Битва за Севастополь Опять-таки Картина С Юлей Пересильд В главной роли Военное кино И комедия О чем говорят мужчины Это тоже Ну может быть Чуть-чуть Возрастное кино Не молодежное Но Тем не менее Очень остроумное Веселый Квартет И Снимался И еще Если брать более Следующая ступень Возрастная От 35 до 44 лет Здесь На первом месте Остров Петр Мамонов Главные роли Это действительно Такая тоже Одна из Очень серьезных Фильм Лунгина Павла Лунгина У него Недавний фильм Братство Кстати Про афганскую войну Вышел И Картина Вот Снятая В 2006 году Она Невероятно Ну такая Серьезная Сложная Но тем не менее Вот В числе Любимых Оказалась В этой Возрастной категории Здравствуйте Алло Добрый день Добрый Александр Меня зовут Вот слушаю Ваши Бездачу Да Очень много Мнений Но вот Мое мнение Что Все таки Маленькие бюджеты Не дают снимать Нормальное российское кино Оно все таки Какое-то Низкопробное И очень Сильно Сильно Отстает От зарубежных В принципе Потому что Если посмотришь Зарубежного Он захватывает И как-то На самом деле Час сорок Ты сидишь А российский Он как-то однообразный И вернулись К этой военной тематике Которую мы уже смотрим Семьдесят лет Ну мы это И наши родители И как-то скучно Наверное надо бюджет увеличивать Я так думаю Тогда будет Подождите Бюджеты очень большие Бюджеты Ну вот таких фильмов Как Движение вверх Экипаж Сталинград Бондарчука Там очень большие бюджеты Ну это все Ну это все военные темы Опять они как-то Ну наверное Наверное Может быть Ну как-то Ну есть более интересные темы Которые можно как-то А какие Например Ну вот было ли что-то Что вам понравилось Из российских фильмов Какой-то пример Удачного Знаете вот Даже Даже ничего не могу Сейчас вспомнить Что-то Да я слышал Картины Которые говорили Наверное они в чем-то Интересные Но они такие тоже Разовые как-то Не знаю Даже так вот И не могу ничего сказать То что они делают Эти Ремиксы Или как Называется Ремейки 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 Да извиняюсь На экипаж Или там возвращая Те картины Те были интересные Я вот на самом деле Советские фильмы Вот Даже опять Совершенно случайно Но это уже на сотый раз Я пересмотрел Любовь и голод Да На самом деле Это классика Которую Но пока К сожалению Никто в России Наверное не переплюнул Ну Посмотрим Хорошо Спасибо Спасибо Ну я в защиту Вот российского кино Хочу сказать Что все-таки Выходили Ведь Фильмы Которые может быть Не очень С большим бюджетом Вообще без бюджета Но они мне очень нравились Например Фильм Неадекватные люди Здесь просто Блестящий был Сценарий Просто два актера Ну актера Актриса И если Вот вы не смотрели Попробуйте Поищите Я думаю Что очень будет легко Его найти Он даже на ютюбе Выложен И эта картина Без спецэффектов Но построенная Просто на очень Хороших диалогах И очень Трогательная Такое Берущее за душу Кино Мне например Очень понравилось Аритмием Вот Колбовский Отмечал И выделял Бориса Хлебникова Фильм Который Чем-то перекликается С советским кино Опять-таки Может быть Нет Там Спецэффектов Фильма Мстители Но вот мне Почему-то Мстители Даже и скучно Смотреть Ну как будто Ну какое-то Такое картонное Пластмассовое кино В каких-то фильмах Вот например Шепито-шоу Фантастическое кино Из двух частей Больших Состоящее Практически два фильма Сливающихся в один Если кто не видел Обязательно посмотрите Так вот В возрастной категории 35-44 года На первом месте Остров На втором метро Фильм Катастрофа Пускепали сыграл Очень хорошо Мне кажется Главную роль И фильм Жмурки Такая черная Комедия Балабанова С Михалковым В одной из ролей В возрастной категории Еще более взрослой Там от 45 до 54 На первом месте Был фильм В августе 44-го Это Очень Ну такая Интересная Экранизация Романа Романа У меня просто Сейчас Вылетело Имя автора Из головы Я просто Бывает иногда Такие провалы Но знаменитый роман Богомолова Константина Богомолова И Это Фильм с Евгением Мироновым О поисках Тоже военное кино Конечно Смершевцы Пытаются Вычислить Немецкого шпиона Блестящие Совершенно Тоже Актерские работы Такой Напряженный сюжет Фильм Сталинград Федора Бондарчука Девятая рота Все того же Бондарчука Брат 2 Это удивительный Случай Когда мне кажется Что Фильм не выходил Практически На киноэкран Его все посмотрели Еще тогда На видео На ВХС И фильм Адмирал Вот эти картины Были В Такой самой Возрастной категории Указаны 5 картин Которые Больше всего Понравились Какие фильмы Понравились вам Еще у нас есть Ну буквально там Пара минут 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вот Мне Например Фильм Стиляги Уже сегодня Упоминали В числе Ну запомнившихся Приятных Вот я тоже Хотел бы Отметить Что Эта картина С блестящими И актерскими Работами И блестящими Костюмами Декорациями Здравствуйте Алло Добрый вечер Владимир Меня зовут Последнее Что мне понравилось Это фильм Данила Козловского Тренер А также Еще один фильм Завод И Конечно же Неадекватные люди Это Ну это вообще Топ Да Завод Все Того же Быкова Такое Очень Ну остро Социальное Конечно Кино Немножко Ну Морочноватое Получившееся Но вам Ну вот Отсутствие там Хэппи-энда Все эти вот Какие-то Такие достаточно Мрачные дела Не помешали Получить удовольствие От картины Не-не-не Ни в коем случае Также Аритмия Ну Очень хорошее кино Спасибо Спасибо большое Владимир Да Я вот Ищу из тех Фильмов Которые Ну вот Как-то Меня Тронули Первый фильм Вот мы из будущего Тоже с Данилой Козловским Кстати По-моему Вот Данила Козловский С Екатериной Климовой У них там был Такой Любовный дуэт Вот Он как раз Выстрелил Эта картина Ну сделала его Мега-звездой Российского кино И Фантастическая лента О том Как молодые Ну черные археологи Которые Молодые ребята Которые Раскапывают Места сражений В поисках Ну вот Артефактов Оружия Документов Медалей Значков Они попадают Вот в те В то время И Это перемещение Во времени Их заставляет Переоценить Многое в жизни Очень хороший Ну не знаю Фильм Мне кажется Как я провел Этим летом Тоже с Пуски Палисом В одной из главных ролей Прекрасное кино Географ Глобус Пропил С Константином Хабенским Тоже фильм Который Ну оставляет Впечатление И блестящая Конечно работа Хабенского Небесный суд Вот тоже С тем же самым Хабенским И с Пореченковым Я тоже Всем рекомендую Обязательно Если не смотрели Посмотрите Ну такое вот Именно кино И массовое Ну и в то же время Оставляющее Какой-то Мне кажется След в душе Заставляющее Задуматься О смысле жизни Так что Есть очень большое Количество фильмов И действительно Сейчас Фильмы Российские На любой вкус То есть Есть такое Мейнстримное кино Да Иногда бывает Оно такое Патриотическое Такое вот Ну выдержанное В определенном Идеологическом русле Но Есть и кино Авторское Которое Может быть Не выходит В широкий прокат Но благодаря фестивалям Благодаря каким-то Небольшим показам Оно находит Своего зрителя И Кстати Вот в доме кино Можно В доме Москвы Можно посмотреть Это кино Тоже на Различных мероприятиях Здравствуйте Добрый вечер Добрый Ну с Пореченкова Можно смотреть Почти все Его мост Последний Допынайте Ну это сериал Вот как раз Мы говорим Ну там он короткий Пока Да Ну кстати сериал Если выстрел Козловский На На из будущего Я хочу напомнить Где выстрел Прилучный Который Сейчас тоже Здесь снимается Была такая Трилогия Игра При том бюджете И при том времени Когда снималась Я считаю Что очень достойная Картина И привычный Как раз С нее Стартанул У нее он один Стартанул Панфилов Который Сейчас снимается Все То есть там Целая плеяда Молодых ребят Стартанулась Этой игры Которая Фактически Нигде не звучал И так достаточно Да Спасибо 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 Ну и Наверное На этом нам нужно Уже заканчивать С программы Синема Спасибо всем Кто звонил Вспоминал Любимые российские Фильмы День российского кино Отмечался По-моему Вчера И Спасибо большое Говорим кинокритику Александру Колбовскому Кому В первой Половине Передачи Ну Рассказала Немножечко О ситуации С российским кино Сегодня Всего доброго И до новых встреч